В ходе очередной сессии депутаты рассмотрели 9 вопросов, большая часть которых касалась бюджетной политики города-курорта. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина доложила о поступлении краевых средств. 34 миллиона рублей распределят на социальную сферу, на создание в сельской местности условий для занятий спортом и физкультурой, обеспечение инженерно-технической защищенности наших школ и создание мобильной библиотеки для отдаленных населенных пунктов. Депутаты единогласно проголосовали за этот проект, а вот проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки отклонили. Глава Анапы внес предложение инициировать проверку контрольно-счетной палаты. Из средств местного бюджета и из средств бизнеса, из них присутствующих в том числе, в различных качествах, потратим более 100 миллионов рублей. Я считаю, что это нерационально используемые средства, и у нас есть все возможности сегодня нашей контрольно-счетной палаты проверить, как же оплачивались расходы и почему мы имеем такое большое несоответствие правил землепользования и застройки нашему генеральному плану. Сергей Сергеев высказал принципиальную позицию по ограничению высотности застройки на побережье, о которой ранее также заявлял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Застройщики в своем стремлении изуродовать Анапу прибегают к помощи суда, но уже сложилась практика, муниципалитет отстаивает права жителей вплоть до Верховного суда. Сегодня я имею представление прокуратуры, в пятницу получил, по поводу невведения в эксплуатацию дома Пашевченко-65. Дорогие друзья, а я почему его должен ввести в эксплуатацию? Если он дорожками на проезжей части, если у него нет парковок, у него нет вообще ничего. Прокурор Края мне в Сочи задает вопрос, а почему вы дали разрешение на строительство этого дома? А сегодня мне дают представление, пишут официально, если так, в двух словах, что я душу бизнес, не ввожу в эксплуатацию и не введу, потому что нарушены все правила градостроительные, которые только можно нарушить. И еще один принципиальный момент – сохранение зеленых зон. За последние три года приложено немало усилий, чтобы вдохнуть в жизнь заброшенные парки и скверы. Каким бы образом ни раскрашивалась карта ПСЗ, ни одной зеленой зоны, выведен из оборотов, не будет. То же самое сегодня. Есть предпосылки по высокому берегу, где раскрашена в эвакуационную зону, поделить участок в целом, потому что он вроде как должен использоваться по трем видах, хотя имеется сейчас один вид разрешенного использования. То есть я сумею, думаю, доказать губернатору, что мы разрабатываем действительно нужные для города-курорта правила землепользования и застройки, и если мы ее даже не приведем до апреля, ничего страшного в этом не случится. Вот то, о чем я сказал, оно будет все до буковки и пол.